Сегодняшняя тема начинает новый раздел математики, который называется тригонометрия. Синус, косинус, тангенс и катангенс острого угла. Тригонометрия – это раздел математики, изучающий тригонометрические функции. Слово тригонометрия имеет греческое происхождение и означает «измеряю треугольник». Сложно представить, но с этой наукой мы сталкиваемся не только на уроках математики, но и в нашей повседневной жизни. Вы могли не подозревать об этом, но тригонометрия встречается в таких науках, как физика. Выяснено, что законы оптики описываются с помощью тригонометрических функций. Биология. Американские ученые утверждают, что мозг оценивает расстояние до объектов, измеряя угол между плоскостью Земли и плоскостью зрения. Не последнюю роль она играет и в медицине. С помощью тригонометрии иранские ученые открыли формулу сердца. И что самое интересное, без нее не обошлось даже в музыке, где новый метод анализа музыкальных произведений получил название «геометрическая теория музыки». А также в архитектуре, ведь большинство композиционных решений о построении рисунков проходило именно с помощью геометрии. В случае успешного усвоения темы вы будете знать определение синуса, косинуса, тангенса и катангенса, термины тригонометрических функций острого угла, значение тригонометрических функций углов 30, 45 и 60 градусов, а также научитесь применять полученные знания при решении задачи. Повторим основные сведения о прямоугольном треугольнике. В треугольнике А, В, С с прямым углом С для острого угла А, А, С прилежащий катет, В, С противолежащий катет, А, В гипотенуза. Для острого угла В, А, С противолежащий катет, В, С прилежащий катет, А, В гипотенуза. В треугольнике А, В, С угол А равен альфа, угол В равен бета, угол С равен 90 градусов. Катетой В, С равен А, А, С равен В, гипотенуза А, В равна С. Тогда альфа плюс бета равно 90 градусов. Если альфа равно 30 градусов, то А равно 1 второй С. Тогда по теореме Пипагора С квадрат равно А квадрат плюс б квадрат. Пусть в прямоугольном треугольнике гипотенуза равна С. Один из острых углов равен альфа, противолежащий этому углу катет равен А, прилежащий катет В. Отношения катета в гипотенузе, а также отношения катета к катету, имеют специальное название. Синус, косинус, тангенс и катангенс острого угла. И соответственно обозначаются синус альфа, косинус альфа, тангенс альфа, катангенс альфа. Синусом острого угла прямоугольного треугольника называют отношение противолежащего катета к гипотенузе, обозначает синус А. На данном треугольнике это отношение катета ВС к гипотенузе АВ. Или синус альфа есть отношение А к С. Косинусом острого угла прямоугольного треугольника называют отношение прилежащего катета к гипотенузе, обозначает косинус А. На данном треугольнике это отношение катета АС к гипотенузе АВ. Или косинус альфа есть отношение В к С. Тангенсом острого угла прямоугольного треугольника называют отношение противолежащего катета к прилежащему катету, обозначают тангенс А. На данном треугольнике это отношение катета ВС к катету АС. Или тангенс альфа есть отношение А к В. Катангенсом острого угла прямоугольного треугольника называют отношение прилежащего катета к противолежащему катету и обозначают катангенс А. На данном треугольнике это отношение катета АС к катету ВС. Или катангенс альфа есть отношение В к А. Задача. Найти синус, косинус, тангенс и катангенс угла Н треугольника МНК с прямым углом К. Если катеты НК равен 5, МК равен 12 и гипотенуза МН равна 13. Синус угла Н есть отношение противолежащего катета МК к гипотенузе МН, то есть 12, 13. Косинус угла Н есть отношение прилежащего катета НК к гипотенузе МН, то есть 5, 13. Тангенс угла Н есть отношение противолежащего катета МНК к прилежащему катету НК, то есть 12, 5. Котангенс угла Н есть отношение прилежащего катета НК к противолежащему катету МН, то есть 5, 12. А теперь поставьте на паузу и решите следующую задачу. Проверим. Синус угла М равен 5, 13. Косинус угла М равен 12, 13. Тангенс угла М равен 5, 12. И катангенс угла М равен 12, 5. Задача. Найти синус, косинус, тангенс и катангенс углов П и Т треугольника ПОТ с прямым углом О. Если катет ОТ равен 15 см, гипотенуза ПТ равна 17 см. Решение. Найдем ПО. По теореме Пифагора получим ПО в квадрате равно ПТ в квадрате минус ОТ в квадрате равно 64. Отсюда ПО равно 8 см. Для угла П, используя определение, получим синус угла П равен 15,17, косинус угла П равен 8,17, тангенс угла П равен 15,8 и катангенс угла П равен 8,15. А теперь поставьте на паузу и самостоятельно найдите синус, косинус, тангенс и катангенс для угла Т. Проверим. Синус угла Т равен 8,17, косинус угла Т равен 15,17, тангенс угла Т равен 8,15, катангенс угла Т равен 15,8. Запишем ответ. Посмотрите внимательно на данный рисунок и ответьте на вопрос, чем приведенное равенство похоже и чем отличаются. Если вы были внимательны, то заметили, что синус острого угла А прямоугольного треугольника и косинус другого острого угла В этого треугольника равны. То есть косинус 90 градусов минус альфа равен синусу альфа. Например, синус 600 градусов равен косинусу 30 градусов. Аналогично синус 90 градусов минус альфа равен косинусу альфа. Тангенс 90 градусов минус альфа равен катангенсу альфа. И катангенс 90 градусов минус альфа равен тангенсу альфа. Например, синус 15 градусов равен косинусу 75 градусов. Тангенс 61 градуса равен катангенсу 29 градусов. Катангенс 10 градусов равен тангенсу 80 градусов. Рассмотрим прямоугольные треугольники с равным острым углом. На рисунке это треугольники ABC, AB1C1 и AB2C2. Данные треугольники подобны, а у подобных треугольников соответствующие стороны пропорциональны. В треугольнике ABC синус альфа есть отношение BC к AB, которое равно отношению B1C1 к AB1 и отношению B2C2 к AB2. Значит, значение синуса острого угла, а также косинуса, тангенса и катангенса зависит только от величины угла и не зависит от размеров и расположения прямоугольного треугольника с указанным острым углом. Синус, косинус, тангенс и катангенс являются функциями угла, так как каждому острому углу соответствует единственное значение синуса, косинуса, тангенса и катангенса. Они называются тригонометрическими функциями. В треугольнике очень часто используются значения синуса, косинуса, тангенса и катангенса углов 30 и 60 градусов. Найдем эти значения. Пусть угол А равен 30 градусам, катет BC равен 1, то гипотенуза AB равна 2. По теореме Пифагора, AC в квадрате равно AB в квадрате минус BC в квадрате равно 3. Отсюда AC равно корню из 3. Синус 30 градусов равен отношению BC к AB и равен 1, 2. Косинус 30 градусов есть отношение AC к AB, которое равно корню из 3, деленному на 2. Тангенс 30 градусов есть отношение BC к AC, которое равно корню из 3, деленному на 3. К катангенс 30 градусов есть отношение AC к BC, которое равно корню из 3. Если угол А равен 30 градусов, тогда угол В равен 60 градусов. Используя соотношение, получим синус 60 градусов равен косинусу 30 градусов и равен корню из 3, деленному на 2. Косинус 60 градусов равен синусу 30 градусов и равен 1, 2. Тангенс 60 градусов равен катангенсу 30 градусов и равен корню из 3. Катангенс 60 градусов равен тангенсу 30 градусов и равен корню из 3, деленному на 3. Рассмотрим значения синуса, косинуса, тангенса и катангенса угла 45 градусов Пусть угол А равен 45 градусов, тогда и угол В равен 45 градусов Пусть АС равно 1, то и ВС равно 1 И потерями Пифагора АВ равно корню из 2 А теперь поставьте на паузу и найдите значения тригонометрических функций для угла 45 градусов Проверим Синус 45 градусов равен корню из 2, деленному на 2 Косинус 45 градусов равен корню из 2, деленному на 2 Тангенс 45 градусов равен единице Котангенс 45 градусов равен единице Данное значение удобно занести в таблицу и запомнить ее. Что делать, если в треугольнике величина угла принимает другое значение? Мы можем воспользоваться тригонометрической таблицей, которая размещена в учебном пособии на странице 54. Например, α равно 15 градусов. Тогда, синус 15 градусов равен 0,2588, косинус 15 градусов равен 0,9659, тангенс 15 градусов равен 0,2679, катангенс 15 градусов равен 3,7321, аналогичным способом мы можем найти значение тригонометрических функций для угла 74 градуса. Задача. Найдите площадь прямоугольного треугольника АВС, у которого гипотенуза АВ равна 15 сантиметров, тангенс угла В равен 3 четвертым. Решение. Так как тангенс угла В есть отношение АС к ВС, то это отношение равно 3 четвертым. Пусть АС равно 3х сантиметров, СВ равно 4х сантиметров. Воспользуемся теоремой Пифагора в составе уравнения. Корнем уравнения является число 3, так как х больше нуля. Тогда АС равно 9 сантиметров, СВ равно 12 сантиметров. И площадь данного треугольника найдем по формуле АС умножить на ВС разделить на 2, равно 54 квадратных сантиметра. Запишем ответ. Задача. По данным на рисунке найдите длину отрезка Х, используя определение синуса острого угла прямоугольного треугольника. Решение. В прямоугольном треугольнике АМК синус угла А равен 4 седьмым, а в прямоугольном треугольнике АВС синус угла А равен 5 разделить на Х. Тогда составим уравнение. 4 седьмых равно 5 разделить на Х. Отсюда Х равно 8,3 четвертых. Запишем ответ. Сегодня мы рассмотрели определение синуса, косинуса, тангенса и катангенса, термины тригонометрических функций острого угла, значения тригонометрических функций углов 30, 45 и 60 градусов, а также применили полученные знания при решении задач. Желаю вам успехов при выполнении контрольного теста.